Всем привет! Проекту Робинзон Круза почти три недели. Да, понимаю это слишком мало, но желающих нет. Хотя просмотры именно на основном канале идут. Ролик многие посмотрели. Есть люди, которые подписались. Да, возможно, еще не готовы к такому проекту. Все это понятно. Для чего я его создавал? Давайте я повторюсь, что очень много сейчас появилось стримеров. Это уже в течение, наверное, 4-5 лет дело происходит, что все больше и больше людей начинают лепить на стримах разных персонажей. И я подумал, пройдет еще год-два, ну три, и в принципе перелепить можно все что угодно, раскрыть какие-то темы, и эта тема, возможно, будет затухать. Кто-то перегорит, уже не захочет лепить. Все мы люди, у нас происходят в жизни какие-то события. Кто-то забросит канал, кто-то уйдет из какой-то индустрии. Произойдут, словом, какие-то события в жизнях, появятся новые стримеры, будут опять лепить. И вот в чем вся загвоздка, что лепить это, конечно, хорошо, но это надоедает. Я тоже очень много, кто смотрит канал, лепил. Я лепил из глины, из цемента, из гипса, да из всего я лепил и так, и сяк. В принципе, мне понравился блендер именно своей анимацией. И вот в эту тему я выбрал, мне это интересно. Дальше я уже, когда понял суть анимации, теперь я вот хочу большего именно что-то попробовать создать, да, мульфин. Почему взял именно большую такую тему, Робинзон Круза, да. Кто-то скажет, ну взял бы какой-нибудь маленький мульфин, довел до конца, все это качественно снял. Но я вот всегда придерживаюсь того мнения и всегда учиться, когда начинал лепить, я всегда лепил с очень маленьких моделей. Почему? Потому что если у вас получилась маленькая модель в гипсе, в глине, в пластилине, то большую вы уже по-любому вылепите. Это вот система такая, только зеркально. Теперь нужно брать большой объем, чтобы понять, как все это дело устроено. На маленьком сюжете можно какие-то нюансы упустить. И да, время будет потрачено, но не раскроется весь смысл вот этого вот масштаб, вот этого всего задуманного. То, что можно понять, сделать. Итак, приглашаю еще раз всех, буду еще раз приглашать еще раз. Возможно, кто-то не видит ролики эти, хотя просмотры есть на канале. Заходите, здесь большой объем, именно попробовать себя, попробовать себя в озвучке, в сценарии, в анимации, в моделировании. Можно смоделировать остров, какие-то пальмы, окружение. Да и много чего все это дело можно. Так что давайте рассмотрим, что уже есть. И уже в процессе я постараюсь донести дальнейшую задумку. Потому что дальше раскидывать пока ролики я не могу. У меня еще не хватает персонажей. Итак, создал я, еще отвлекусь, наверное, пока. Создал я группу именно в ВК. Здесь вы можете заходить, писать, обсуждать, выкладывать свои какие-то рендеры, свои задумки, своих персонажей. Просто даже набросав карандашом, мне будет легче понять именно какой типаж лепить. Так как выдумывать очень сложно, и тем более нужно выдержать вот этот вот одинаковый стиль вот этих всех персонажей. Если начал делать непроработанные, я делаю без проработки каких-то деталей. Все по-простенькому, чтобы сэкономить время. Нет у меня возможности сейчас сидеть над каждым персонажем неделю, месяц, два, чтобы он был идеален. Мне нужно его просто поместить в сцену, посмотреть, как он будет там себя вести, нужен ли именно такой типаж и так далее. Словом, здесь вы можете общаться друг с другом, как-то все это дело развивать. Так, здесь есть типажи, именно рефы. Вот реф негра. Голова присутствует. Можно ее приставить к какому-нибудь другому худому телу и вылепить еще каких-то персонажей. Также здесь есть вот голосование. Я попробовал провести, какую собаку нужно именно для Робинзона Круза. Чихуахуа, Бассетхаун, Дворняга, Фокстерьер. Я пока склоняюсь к Фокстерьеру. Он будет прикольнее, проще и как-то, наверное, вольется вот в эти все в окружение. И именно подойдет Круза на острове. Так, с этим делом вроде я постарался все это дело донести. Заходите. Здесь вот предварительные съемки, монтаж. Да, качество плохое. Я сейчас, повторюсь, рендеры не делаю, чтобы не насиловать именно ноутбук. Я снимаю с экрана, потом ускорение делаю в программе, которая делает монтаж. И получается вот такая штука. Я пытаюсь понять, сколько у меня именно секунд, сколько займет рендер той или иной сцены именно пока на моем ноутбуке. Если кто-то в дальнейшем хочет предоставить, помочь с рендерами, уже как получив готовый файл и просто сделать ему рендер. Если у кого-то мощный компьютер, буду очень благодарен. Итак, здесь вот я постарался как бы с чего-то начать, потому что начинать всегда трудно, а вот когда уже что-то появляется, тогда уже проще идти вперед. Так, что еще есть? Итак, есть вот такие наработки. Это их размер. Именно кто сколько частей будет занимать. Это значит, маманя у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть частей, батя семь, капитан чуть выше батя, но у него кепка тут, шляпа. Крузо по сути своей, да, он должен меньше всех быть, он как пиздюк, потом он как-то перерастет, на острове когда побудет, станет матерым таким, добавится у него борода, другая прическа, другая одежда, ну, словом, должно быть интересно. Вот здесь я место оставил пока для собаки. Если кто-то хочет сделать, вылепить собаку, если у кого-то есть свой канал, он ведет, этот человек, стримы, вот вам, пожалуйста, платформа для ваших будущих тем, и в принципе, польза будет очень большая. Вы можете даже снимать, как вы это делаете, делать самим анимации, и потом эти анимации присылать, я их просто уже даже готовы, буду вставлять в основную сцену, пытаться их где-то, как состыковать, где-то потом добавлять еще какие-то сцены. Словом, интересная эта штука, хотелось бы, чтобы вы тоже как-то заболели, возможно, ненадолго, но все равно будет интересно для понимания, для осознания, что это такое. Итак, вот сегодня сделал предварительного персонажа, вот пятницу. Вот почему я сделал его большим, потому что его свяжут именно двое-трое негров маленьких, худых дистрофиков таких будут. И как уж они его поймали, это тоже можно развить сюжет. Как они его вообще довезли до острова, это тоже можно превратить в смешную историю. Тем, кто хочет заняться именно вот этими персонажами, вылепить трех негров, пожалуйста, вот вам тема. Они могут быть одинаковые, не надо делать разные типажи. Если вы сделаете одного негра, просто одного сделаете с животом толстым, допустим, другого худющего, третьего кривого, какого-нибудь, вот у вас уже получается три разных персонажа. Лица, в принципе, можно поменять таким вот типаж именно разными волосами, разной одеждой какая-то там, не знаю, у кого-то может повязка будет, у кого-то порванная шкура на груди, но это опять же фантазия безгранична. Другой сюжет, который можно обыграть, это вот капитан напьется с круза на корабле. И вот капитану, наверное, для массовки нужно будет хотя бы двух помощников, таких тоже, как сказать, распиздяев. Ну, весь мульфин построен на распиздяйстве, словом. Здесь вот они там будут ему помогать, потом напьются все вместе, капитан заснет на штурвале, тут шторм, корабль в хлам, круза вылетает, корабль, я не знаю там, как это все дело обыграть, погибнет ли капитан, или они уплывут на какой-то шлюпке, их кто-то подберет, но это тоже можно обыграть. И вот вам еще два персонажа, которых можно вылепить, это вот в банду вот этого капитана. Так, за собаку я сказал, можно за место собаки сделать обезьяну, что будет прикольнее и необычно. Также за место попугая, я не хочу, допустим, анимировать крылья, чтобы попроще было, можно добавить, ну, не знаю, кузнечика какого-то, или козявку какую-то, ну, придумать можно, полазить, какие живности еще присутствуют, которые можно, пусть он там где-то на плече сидит, там советы какие-то дает, тоже будет смешно. Так, ну вот пока такая база для создания персонажей, также нужен остров. Если кто-то делает там для игрушки какой-то острова или еще что-то, там пещеры, пожалуйста, пусть даже не очень хорошего качества, это не суть вопроса, это нужна база, на которую уже можно меньше потратить время, переделать, что-то пролепить, добавить какие-то камни, окружение, все это поможет ускорить этот процесс создания вот этого сюжета. Также, кто хочет заняться симуляциями воды, дождя, там ветра, симуляции одежды возможно попробовать, вот тоже как вариант этот проект вам поможет. Также, кто занимается монтажом, можно попробовать монтаж. Так, ну все сказал или не все, словом, заходите, давайте как-то это делать, эту тему разобьем, это очень интересно, кстати, я вам скажу, я вот занимаюсь постоянно думаю так, а какой персонаж, а как поставить это очень интересно. Эмоции, конечно, все не передать, очень много информации вылазит, которой я не знал и даже не догадывался, как это дело все решается, сейчас я пытаюсь в роликах рассматривать и проблемы, которые вылезли, и как вести себя, как снимать камеры и сцены, там очень тоже интересно, очень сложная тема, ну, вот и все, в словом, заходите, давайте общаться, давайте создавать что-то реально хорошее, смешное, все, всем пока.